Младший в дырявой рубашке ходил Черную корку жевал И ему, дурачку, все равно Он ничего не смыслит, ничего не понимает Вот однажды дошла до той деревни весть Кто построит царю такой корабль Чтобы по морям ходил и под облаками летал За того царь свою дочку выдаст Решили старшие братья счастье попытать Отпустите нас, батюшка и матушка А вось кто-нибудь из нас царским зятем станет Снарядила мать старших сыновей Напекла им в дорогу пирогов белых Нажарила, наварила курятины да гусятины Ступайте, сыночки! Отправились братья в лес Стали деревья рубить да пилить Много нарубили, много напилили А что дальше делать, не знают Стали они спорить да брониться Того и гляди, друг в дружке волосы вцепятся Подошел тут к ним старичок и спрашивает Из-за чего у вас, молодцы, спор да брань? Может, я и вам какое слово на пользу скажу? Накинулись оба брата на старичка Слушать его не стали Нехорошими словами обругали и прочь прогнали Ушел старичок Поругались братья Съели все свои припасы, что им мать дала И возвратились домой ни с чем Как пришли они, начал проситься младший Отпустите меня Стали мать и отец отговаривать его да удерживать Куда тебе, дурню? Тебя волки по дороге съедят А дурень, знай, свое твердит Отпустите, пойду И не отпустите, пойду Видят мать и отец Никак с ним не сладишь Дали ему на дорогу краюху черного сухого хлеба И выпроводили вон из дому Взял дурень с собой топор И отправился в лес Ходил, ходил по лесу И высмотрел высокую сосну Верхушкой в облака эта сосна упирается Обхватить ее в пору только троим Срубил он сосну Стал ее отсущев очищать Подошел к нему старичок Здравствуй, говорит детятка Здравствуй, дедушка Что это, детятка, ты делаешь? На что такое большое дерево срубил? А вот, дедушка Царь обещал выдать свою дочку за того Кто ему летучий корабль построит Я и строю А разве ты сможешь такой корабль смастерить? Это дело мудреное Пожалуй, и не сладишь Мудреное, не мудреное А пытаться надо Глядишь и слажу Вот и ты, кстати, пришел Старые люди, бывалые, сведущие Может, ты мне что и посоветуешь? Старичок говорит Ну, коли просишь совет тебе подать Слушай Возьми-ка ты свой топор И оттеши эту сосну с боков Вот и так И показал, как надо обтесывать Послушался дурень старичка Обтесал сосну так, как он показывал Обтесывает он диву дается Топор так сам и ходит Так и ходит Теперь, говорит старичок Обделывая сосну с концов Вот так и вот так Дурень старичковы слова Мимо ушей не пропускает Как старичок показывает Так он и делает Закончил он работу Старичок похвалил его и говорит Ну, теперь не грех передохнуть Да закусить малость Эх, дедушка, говорит дурень Для меня-то еда найдется Вот эта краюха черствая А тебя-то чем угостить? Небось и не угрызешь мое угощение А ну-ка, детятка, говорит старичок Дай сюда свою краюху Дурень подал ему краюху Старичок взял ее в руки Осмотрел, пощупал, да и говорит Не такая уж черствая твоя краюха И подал ее дурню Взял дурень краюху Глазам своим не верит Превратилась краюха В мягкий да белый каравай Как поели они, старик и говорит Ну, теперь станем паруса прилаживать И достал из-за пазухи кусок холста Старичок показывает Дурень старается На совесть все делает И паруса готовы, прилажены Садись теперь в свой корабль Говорит старичок И лети, куда тебе надобно Да смотри, помни мой наказ По пути сажай в свой корабль Всякого встречного Тут они и распрощались Старичок своей дорогой пошел А дурень на летучий корабль сел Паруса расправил Надулись паруса Взмыл корабль в небо Полетел быстрее сокола Летит чуть пониже облаков ходячих Чуть повыше лесов стоячих Летел, летел дурень и видит Лежит на дороге человек Ухом к сырой земле припал Спустился он и говорит Здорово, дядюшка Здорово, молодец Что это ты делаешь? Слушаю я, что на том конце земли Не делается А что же там делается, дядюшка? Поют, заливают там пташки голосистые Одна, другой лучше Экуй ты, какой слухменный Садись ко мне в корабль Полетим вместе Слухала, не стал отговариваться Сел на корабль И полетели они дальше Летели, летели Видят Идет по дороге человек Идет на одной ноге А другая нога к уху привязана Здорово, дядюшка Здорово, молодец Что это ты на одной ноге скачешь? Да если я другую ногу отвяжу Так за три шага весь свет перешагнул Вот ты какой быстрый Садись к нам Скороход отказываться не стал Забрался на корабль И полетели они дальше Много ли, мало ли пролетели Глядь стоит человек с ружьем Целится А во что целится неведомо Здорово, дядюшка В кого это ты целишься? Ни зверя, ни птицы кругом не видно Эки и вы Да я и не стану близко стрелять Целюсь я в тетерку Что сидит на дереве Верст за тысячу отсюда Вот такая стрельба по мне Садись с нами Полетим вместе Сел и стреляла И полетели все они дальше Летели они, летели и видят Идет человек Несет за спиной Большущий мешок хлеба Здорово, дядюшка Куда идешь? Иду добывать хлеба себе на обед На что тебе еще хлеб? У тебя и так полон мешок Что тут? Этот хлеб мне в рот положить Да проглотить А чтобы досыта наестся Мне надобно сто раз постолько Ишь ты какой! Садись к нам в корабль Полетим вместе Сел и объедала на корабль Полетели они дальше Над лесами летят Над полями летят Над реками летят Над селами да деревнями летят Глядь, ходит человек Возле большого озера Головой качает Здорово, дядюшка Что это ты ищешь? Пить хочется Вот и ищу Где бы напиться Да перед тобой целое озеро Пей в свое удовольствие До этой воды Не всего на один глоточек станет Подивился дурень Подивились его товарищи И говорят Ну, не горюй Найдется для тебя вода Садись с нами на корабль Полетим далеко Будет для тебя много воды А пивало сел в корабль И полетели они дальше Сколько летели неведомо Только видят Идет человек в лес А за плечами у него Вязанка хвороста Здорово, дядюшка Скажи ты нам Зачем ты в лес хворост тащишь? А это непростой хворост Коль разбросать его То час целое войско появится Садись, дядюшка, с нами И этот сел к ним Полетели они дальше Летели, летели Глядь идет старик Несет куль соломы Здорово, дедушка Седая головушка Куда это ты солому несешь? В село А разве в селе мало соломы? Соломы много, а такой нету Какая же она у тебя? А вот какая Стоит мне разбросать ее в жаркое лето И станет в раз холодно Снег выпадет, мороз затрещит Коли так, правда твоя В селе такой соломы не найдешь Садись с нами Ходилов забрался со своим кулем в корабль И полетели они дальше Летели, летели и прилетели к царскому двору Царь в ту пору за обедом сидел Увидел он летучий корабль И послал своих слуг Ступайте, спросите Кто на том корабле прилетел Какие заморские царевичи и королевичи Слуги подбежали к кораблю и видят Сидят на корабле простые мужики Не стали царские слуги И спрашивать у них Кто вы таковы и откуда прилетели? Воротились и доложили царю Так и так Нет на корабле ни одного царевича Нет ни одного королевича А все черная кость мужики простые Что прикажешь с ними делать? За простого мужика нам дочку выдавать зазорно Думает царь Надо бно от таких женихов избавиться Спросил он у своих придворных князей да бояр Что нам теперь делать? Как быть? Они и присоветовали Надо жениху задавать разные трудные задачи Авось он их не разгадает Тогда мы ему отворот-поворот и покажем Обрадовался царь Сейчас же послал слуг к дурню с таким приказом Пусть жених достанет нам Пока наш царский обед не кончится Живой и мертвой воды Задумался дурень Что же я теперь буду делать? Да я и за год А может быть и весь свой век не найду такой воды? А я на что? Говорит скороход Мигом за тебя справлюсь Отвязал он ногу от уха И побежал за три девять земель в тридесятое царство Набрал два кувшина воды живой и мертвой А сам думает Времени впереди много осталось Дай-ка малость посижу Успею в срок возвратиться Присел под густым развесистым дубом Сонливый да дремливый Спит себе под деревом Храпит вовсю А вот я его сейчас разбужу Говорит, стреляла Схватил он свое ружье Прицелился и выстрелил в дуб Под которым скороход спал Посыпались дуба-желуди Прямо на голову скорохода Проснулся тот Батюшки, да никак я заснул Вскочил он и в ту же минуту принес кувшины с водой Получайте Встал царь из-за стола Глянул на кувшины и говорит А может эта вода не настоящая? Поймали петуха, оторвали ему голову И спрыснули мертвой водой Голова вмиг приросла Спрыснули живой водой Петух на ноги вскочил Крыльями захлопал Кукарику закричал Досадно стало царю Ну, говорит он дурню Эту мою задачу ты выполнил Задам теперь другую Коли ты такой ловкий Съешь со своими сватами за один присест Двенадцать быков жареных Да столько хлебов Сколько в сорока печах Испечено Опечалился дурень Говорит своим товарищам Да я и одного хлеба За целый день не съем А я на что? Говорит объедала Я и с быками И с хлебами их Один управлюсь Еще мало будет Велел дурень царю сказать Тащите быков и хлебы Будем есть Привезли двенадцать быков жареных Да столько хлебов Сколько в сорока печах Испечено Объедала Давай быков поедать Одного за другим А хлебы так в рот И мечет каравай За караваем Все возы опустили Давайте еще Кричит объедала Почему так мало припасли? Я только во вкус вошел А у царя Больше ни быков Ни хлебов нет Теперь, говорит он Вам новый приказ Чтобы выпито было за раз Сорок бочек пива Каждая бочка По сорок ведер Да я и одного ведра не выпью Говорит дурень своим сватам Эка печаль Отвечает опевала Да я один у них все выпью Еще мало будет Прикатили сорок бочек сороковок Стали черпать пиво ведрами Да подавать опевали Он как глотнет Ведро и пусто Что это вы мне ведрами подносите? Говорит опевала Этак мы целый день потеряем Поднял он бочку Да я прокинул ее за раз Без воздуху Поднял другую бочку И та пустая откатилась Так все сорок бочек И осушил Нет ли, спрашивает еще певца Не волю я напился Не промочил горло Видит царь Ничем дурня Нельзя взять Решил погубить Решил погубить его хитростью Ладно, говорит Выдам я за тебя свою дочку Готовься к венцу Только перед свадьбой Сходи в баню Вымойся, выпарься хорошенько И приказал топить баню А баня-то была вся чугунная Трое суток баню топили До красна раскалили Огнем жаром от нее пышет За пять саженей К ней не подойти Как буду я мыться Говорит дурень Сгорю заживо Не печалься Отвечает холодила Я с тобой пойду Побежал он к царю И спрашивает Не дозволите ли И мне с женихом Баньку сходить Я ему соломки подстелю Чтоб он пятки не испачкал А царю-то что? Он дозволил Что один сгорит Что оба Привели дурня с холодилой В баню Заперли там А холодила Разбросал в бане солому И стало холодно Стены и нем Покрылись В чугунах вода замерзла Сколько-то времени прошло Отворили слуги дверь Смотрят А дурень жив-здоров И старичок тоже Эх вы Говорит дурень До вашей бани Не попариться А разве На салазках кататься? Побежали Слуги к царю Доложили Так, мол, и так Заметался царь Не знает, что и делать Как от дурни избавиться Думал 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 И приказал ему Выстави поутру Перед моим дворцом Целый полк солдат Выставишь Выдам за тебя дочку Не выставишь Вон прогоню А у самого на уме Откуда простому мужику Войско достать? Уж этого Он выполнить Не сможет Тут-то мы его И выгоним В шею Услышал Дурень Царский приказ Говорит Своим сватам Выручали вы меня Братцы из беды Не раз И не два А теперь Что делать будем? Эх ты Нашел О чем печалиться Говорит старичок С хворостом Да я Хоть семь полков С генералами Выставлю Ступай к царю Скажи Будет ему войско Пришел Дурень к царю Выполню Говорит Твой приказ Только в последний раз А если Отговариваться Будешь На себя пеняй Рано по утру Старик С хворостом Кликнул Дурня И вышел С ним В поле Раскидал он Вязанку И появилось Несметное Войско И пешее И конное И с пушками Трубачи От испугу Белее полотна Стал Приказал он Воеводам Своё войско Выводить На Дурне Войной идти Вывели Воеводы Царское Войско Стали В Дурне Стрелять Да полить А Дурневы Солдаты Стеной Идут Царское Войско Мнут Как траву Напугали Своеводы И побежали Вспять А за ними Вслед И всё Царское Войско Вылез Царь Из дворца На коленях Перед Дурнем Ползёт Просит Дорогие Подарки Принять Да С царевной Скорее Венчаться Говорит Дурень Царю Теперь Ты нам Не указчик У нас Свой разум Есть Прогнал Он Царя Прочь И не Велел Никогда В то царство Возвращаться А сам На царевне Женился Царевна Девушка Молодая Да Добрая На ней Никакой Вины Нет И стал Он В том Царстве Жить Всякие Дела Дела Вершить Молодая 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...